Добрый день, в эфире программа Ельге Хазмет. В нашей стране, как и во всем мире, одним из условий проживания в государстве является оплата налогов. Какие налоги оплачивают граждане нашей страны, как открыть ИП, какие процедуры должен проделать гражданин, прежде чем закрыть ИП. Ответы на эти вопросы и другую полезную информацию мы узнаем у гостя нашей программы. Вирюкова Галина Васильевна, руководитель управления по разъяснительной работе Департамента государственных доходов Павлодарской области у нас в студии. Добро пожаловать на нашу передачу. Как открыть ИП, как приостановить деятельность, что нужно делать для того, чтобы закрыть ИП, как это сложно, каков этот процесс. Могли бы вы подробнее рассказать об этих процедурах? Ну, хочу сказать, что как раз все эти три направления, это три отдельных кейса. Кейс вот как раз, как зарегистрировать ИП. Сейчас у нас именно регистрация индивидуальных предпринимателей, она носит уведомительный характер с 2017 года. То есть не нужно приходить в органы госдоходов. Можно, используя портал электронного правительства, через Е-лиценз, электронное лицензирование, можно зайти пошагово. Там есть образец. Как зарегистрироваться? Зарегистрироваться очень просто. Используя электронный ключ, сфотографировались, отправили свое удостоверение личности, и вы зарегистрировали. Выбрать спецрежим. Спецрежимы тоже у нас разные для физических лиц. Это и патентная форма, когда нет наемных работников. Это и упрощенная декларация, это и розничный налог, это и вот с этого года новый спецрежим, специальное мобильное приложение. Ну и для сельхозтоваропроизводителей тоже у нас два отдельных спецрежима есть. То есть зарегистрироваться легко и просто, сбора никакого нет. Буквально в течение суток происходит регистрация. Проверить можно на сайте комитета госдоходов, регистрации налогоплательщиков путем ввода ИИНа, можно просмотреть регистрацию. В течение суток проходит регистрация. То есть нужно ЦП и подать заявку? Совершенно верно. Это через, используя вот именно через ЕГОФ. Да, можно зарегистрироваться сейчас очень просто даже через Каспий банк. Сейчас Каспий банк, да, тоже такую функцию ввел, и поэтому через Каспий банк, через мобильное приложение можно также зарегистрироваться, пройти этот путь и открыть ИП. Приостановить деятельность. Да, бывают разные случаи, когда у налогоплательщика, может быть, сложилась такая финансовая ситуация, какие-то вот, например, ну, может быть, он рассчитывал на какие-то поступления, их нет, либо все люди, может быть, он заболел, и поэтому он может временно приостановить свою деятельность до трех лет. Для этого необходимо также в электронном формате, но уже через, так как он уже зарегистрирован, он, мы уже с ним будем взаимодействовать через электронные ресурсы, может приостановить деятельность через кабинет налогоплательщика, зайти в кабинет налогоплательщика, формы налоговой отчетности, выбрать заявление на приостановление и приостановить свою деятельность. Ну и третий кейс – это закрытие П. Закрытие П тоже можно двумя способами. Это первый способ по упрощенной форме. Если у налогоплательщика он не является плательщиком налога на добавленную стоимость, если у него нет задолженности перед бюджетом, он также через налоговый, через кабинет налогоплательщика, через электронный ключ заходит, заполняет заявление, составляет ликвидационную отчетность, отправить, и в течение 10 дней при проверке всех документов, если он ничего нигде не должен, если у него состояние расчета с бюджетом по нолям, предприятие закрывается. И по патентной форме здесь еще проще. То есть патент – это как разрешение форма. И чем она отличается? Что налогоплательщик для того, чтобы работать по патенту, он вносит плату. Здесь в данном случае он вперед вносит плату, а по упрощенной работает и в конце вносит оплату и сдает отчетность. А значит, по патенту, если в течение 60 дней налогоплательщик, который работает по патенту, он никаких действий не предпринял, или если, например, на 3 года ИП приостановила деятельность и потом никаких действий не совершила, и расчета никаких нет задолженностей перед бюджетом, автоматически предприятие закрывается. ИП тоже закрывается. А второй вид – это когда, например, налогоплательщик является плательщиком налоговой надобавленной стоимости, если, например, он осуществляет функции внешнеэкономической деятельности. В данном случае тогда в общем установленном порядке ликвидации состоит. Для этого необходимо также заполнить заявление через информационную систему, необходимо сдать ликвидационную отчетность, снять с учета контроль на кассовый аппарат. Проверка будет проведена. При необходимости, может быть, налогоплательщик приглашен в органы госдоходов для уточнения каких-то моментов. Это когда в общей установленной сроке ликвидируется? Если по упрощенной, в течение 10 дней. Если в общей установленной, порядка 30 дней. Да. Спасибо за ответ. И еще хотелось бы задать вопрос. Вообще, какая работа проводится с налогоплательщиками, в частности с бизнесом, с физическими лицами, именно по доведению информации, по уплате налогов, по сдаче отчетности? Ну, в целом, какая разъяснительная работа органами госдоходов проводится? Ну, это как раз моя территория. Это взаимодействие с бизнесом, это взаимодействие с налогоплательщиками нашими, физическими лицами. Давайте посмотрим на следующий слайд. Ну, во-первых, мы проводим работу по пропагандированию и именно получение электронных государственных услуг. Это вот такая работа проводится. Мы проводим и прямые эфиры в соцсетях, и также и вся разъяснительная, как на площадке Акимата области, так и в социальных сетях непосредственно Департамента госдоходов. Мы выступаем и на наших местных телеканалах. Разъяснения проводятся у нас также в местах скопления людей, то есть, наверное, когда вы ходите в магазины, иногда по радио слышите какие-то объявления. Это тоже мы взаимодействуем на рынках, на остановках. Также пытаемся работать и используя другие способы, неформальные какие-то. То есть, уже в этом году мы отработали с нашими высшими учебными заведениями. Сейчас у нас запланированы тоже работа в этом году с колледжами, со школами. То есть, мы пытаемся налоговую грамотность уже воспитывать у молодежи, чтобы они росли и уже были подготовлены к тому, что действительно каждая уплаченная, скажем, сумма денег в бюджет, что она непосредственно вернется также нашему населению. Потому что действительно вовремя оплаченные налоги – это новые дороги, это новые больницы, школы, детские сады, это новые какие-то социальные объекты. Да и это просто даже пожарная система охраны. Это кто нас защищает? Милиция, оборона нашей страны. Это все бюджет, а это каждый путем уплаты налогов. Будь то заработная плата, или это будет у бизнеса, бизнес будет уплачивать налоги. Это все идет как раз в бюджет и содержится государство. То есть, любое государство поддерживается налогами. Ну и на следующем слайде, наверное, просто скажу, что наша развесительная работа, уже вот в текущем году мы разместили порядка 24 статей в печатных СМИ. Мы выступали и на телевидении, и на радио, и на социальных сетях. Подписан у нас план совместных действий именно по сокращению недекларируемых оборотов денежных средств в Павлодарской области. Это то есть для сокращения теневой экономики. Плотно работаем по трехкомпонентной системе, работаем, и что дало положительный результат. То есть у нас установка посттерминалов для обслуживания, то есть вытеснение из оборота наличных денег, а использовать именно пластиковых карточек. И только за прошлый год у нас вот в области было порядка 12 990, и на конец года это порядка 16 800. То есть достаточно, скажем, многие предприятия и объекты, это не только торговля, но это и вся система, и услуг тоже. То есть там, где есть расчеты через денежные расчеты, наличные денежные расчеты. Спасибо. И заключительный вопрос, Галина Васильевна. Имеется ли у органов госдоходов обратная связь с налогоплательщиками? Куда и как можно обратиться с жителем области именно по интересующимся их вопросам налоговой службы? Давайте посмотрим следующий слайд. У нас в департаменте госдоходов непосредственно в управлении разъяснительной работы, в котором я работаю, создана справочная служба 14 14, дополнительная цифра 3. И вот благодаря этой службе мы оказываем помощь нашим налогоплательщикам, работаем без перерыва на обед. То есть операторы полностью сидят, два оператора на телефоне и принимают эти обращения. За вот 12 месяцев прошлого года у нас порядка около 3000 поступило, причем почти половина, это были другие области. Вот в этом году уже у нас немножечко формат немножко поменялся, геолокация поменялась, и у нас теперь поступают только звонки нашей области. Поэтому проще стало работать, легче стало работать. Также как обратная связь можно использовать и кабинет налогоплательщиков, где мы через кабинет налогоплательщиков, органы госдоходов направляют уведомления налогоплательщикам. Если вдруг они забыли в установленный срок произвести сдачу налоговой отчетности, либо забыли оплатить налоги. То есть оповещение происходит. Оповещение происходит, да, совершенно верно. Ну и следующий слайд хотела бы сказать, что у нас достаточно мы активно используем социальные сети. Ну сейчас у нас практически все. Это и правильно, и эффективнее, наверное. Да, от мала до велика, наверное, используют социальные сети. Кому как удобно, у нас есть и Twitter, у нас есть и Facebook, у нас есть Instagram, Telegram, у нас есть страница на сайте. Поэтому кому как удобно, какие налогоплательщики подписываются и используют наши ресурсы, где мы практически ежедневно размещаем информацию, актуальную информацию, которая на сегодня, она, скажем, имеет какое-то значение. Спасибо большое, Галина Васильевна, за участие. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok